МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Дарья Гзюнова. Здравствуйте. На подмосковном полигоне Алабина прошел второй полуфинал танкового биатлона юбилейных пятых армейских игр. Вторым финалистом соревнований стала команда из Вьетнама. Сборная завершила заезд за 2 часа 44 минуты и 28 секунд. И поразила 14 мишеней из 24. Второе место с результатом 3 часа 2 минуты завоевала команда из Уганды. Нервы подвели команду из Таджикистана. После передачи эстафеты второй экипаж нарушил условия соревнований и был снят с заезда. Помешало волнение команде Мьянмы. Третий экипаж не поразил ни одной мишени и заработал 8 штрафных кругов. Сборная преодолела трассу за 3 часа 23 минуты. В понедельник в полуфинале будут участвовать военные из России, Белоруссии, Монголии и Венесуэлы. Последний финалист определится 13 августа среди команд Узбекистана, Лаоса, Кубы и Кувейта. Параллельно в Китае проходит конкурс ПВО «Чистое небо». Это один из этапов юбилейных пятых международных армейских игр 2019. Соревнования проходят с 3 по 17 августа на полигоне в китайском Курла провинции Синьцзянь. В воскресенье в конкурсе «Чистое небо» приняли участие команды из нескольких стран. В том числе Россия, Китай, Египта, Венесуэлы и Пакистана. Команды из каждой страны соревновались в искусстве противовоздушной обороны, стрельбе из ПЗРК, из движущегося бронированного транспортного средства и вождении через препятствия на высокой скорости. Все команды судьи оценивают по их скорости выполнения заданий, точности и маневренности. Накануне мусульмане всего мира отмечали Курбан-Байран. В Севастополе праздник прошел у молильного дома в Орловке, в селе на северной стороне. На торжествах присутствовали представители местных властей, правительства, законодательного собрания, а также члены общественной палаты, старейшины Крымско-Татарской общины города. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что в этот день мусульмане всего мира отмечают праздник мудрости и доброты, духовной чистоты и благочестия, торжества, примирения. Если задуматься о том, что жертвенное животное делится на три части, только одна остается себе, другая передается общине, а третья – страждущим, это очень важный смысл. Это то, как в хорошем, правильном обществе должны жить люди, как они должны заботиться о себе, должны заботиться о тех, кто с ними рядом, и заботиться о тех, у кого сегодня сложный день. О значимости праздника жертвоприношения для мусульман говорила и председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Верующие прошли суровые испытания во время поста Рамадан, жертвуя Аллаху, здоровья, терпения, душу и сердце. Спикер также напомнила, что село Орловка, которое в этом году принимало торжества по случаю Курбан-Байрама, до середины 20 века имело крымско-татарское наименование Мамашай. И мне очень хочется на этой прославленной земле Мамашая, которая знала многие испытания и войны, и Великой Отечественной войне, здесь были очень тяжелые бои. Пусть будет праздник. И пусть на том месте, где вы задумали, будет храм Аллаха. И пусть все ваши мечты и надежды сбываются. И вот такой же дружной общины, севастопольцев, чтобы мы шли в будущее. С праздником вас, дорогие мои. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Окончание поста Рамадан мусульмане отмечают широко, собираясь с семьями, общинами. На организаторы праздника подготовили широкую культурную программу. Для гостей выступили артисты, музыканты, певцы и танцоры с национальными мотивами. В субботний вечер 10 августа президент России Владимир Путин провел в Севастополе. Вначале он побывал у подножия горы Гасфорта. Туда глава государства приехал на мотоцикле, в котором привез глав Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев сидел сзади, а Сергей Аксенов в коляске. Владимир Путин выбрал мотоцикл отечественного производства «Урал». Со сцен он обратился к гостям концерта у горы Гасфорта и поздравил присутствующих с десятилетиям проведения байк-шоу. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любители техники, любители мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России. Поздним вечером президент России прибыл в Херсонес. На сцене музея-заповедника Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон». Постановка создана руководителем театра «Трикстер» Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона. Это масштабное театральное представление, соединившее в себе современные спецэффекты и высокотехнологичную сценографию с архитектурой античного Херсонеса. Авторы рассказывают историю двух подростков и хранителя музея, которые, благодаря «Грифону», мифическому существу, считающемуся хранителем тайн, попадают в разные моменты истории Севастополя. Герои вместе со зрителями проживают шесть эпох, от античного времени до наших дней. Премьерный показ постановки состоялся 27 июля на новой сцене музея-заповедника. После спектакля Владимир Путин пообщался с актерами, исполнившими роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце представления ребята поскользнулись на влажной сцене и не вышли на финальный поклон. Как твоя спина? Нормально. Нормально больно? Здравствуйте. Нормально. Здравствуйте. Расстанул спину. Хорошо все. Да, хорошо. Больно? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Проследний, товарищ. Генеральный продюсер постановки Саида Медведева рассказала президенту о трупе, которая играет в спектакле, а также поинтересовалась у Владимира Путина, понравилось ли ему увиденное. Команда севастопольская потрясающая, Владимир Владимирович, потрясающая. Так отважно работали. Знаете, тут и профессионалы, и непрофессионалы, и спортсмены, и самодеятельность. Я просто, ну я как бы влюбилась в город, но еще просто в город красивых людей. Невероятно. То, как идет изнутри. А вам как? Мне понравилось. Во всяком случае, я уже сказал, такая общая картина всей истории этого места. А песка как? Да, хорошо. Доходчиво, понятно. И, в общем, смотрится с удовольствием. После этого митрополит Псковский Тихон коротко поведал президенту о планах по развитию историка археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический до 2025. Он упомянул о проекте создания музея христианства Международного археологического центра, а также единственного в России музея античности и Византии. По его словам, проектирование начнется в 2020 году, в 2023-2024 годах. Основные объекты должны быть введены в эксплуатацию, а завершить работы предполагается в 2025. Здесь же будет единственный в России музей античности Византии, 40 тысяч квадратных метров площадей. Здесь реконструкция старого города, здесь ремесленные мастерские, кафе, гостиницы небольшие. Ну и такое место, чтобы просто посмотреть, как выглядел этот город. Ну и в том числе древний город, антично-византийского периода. Они были примерно одинаковые. И здесь открытый амфитеатр. Будущие водолазы, курсанты филиала Объединенного учебного центра военно-морского флота присягнули на верность Отечеству на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический. Торжественная церемония состоялась 10 августа у стен Свято-Владимирского собора. 150 новобранцев из Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Республики Татарстан начнут обучение по выбранным специальностям. С этого момента они будут преданы долгой выбранной профессии. Защищать Родину. Этот день один из самых волнительных в жизни молодых людей. Они впервые произносят слова присяги. У стен Свято-Владимирского собора в Херсонесе 150 курсантов филиала Объединенного учебного центра военно-морского флота на глазах родителей и своих боевых товарищей стали матросами. Торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Матросы уже завершили прохождение полуторамесячного курса общевойсковой подготовки. Ребята станут водолазами, корабельными коками и специалистами по обслуживанию и эксплуатации спасательного и швартовочного оборудования. Многие этот шаг сделали осознанно и не скрывают эмоций. Поддержать курсантов приехали их родные. От осознавания, где я принимаю присягу, просто слезы наворачиваются, потому что исторически важное очень место. И гордость прям берет. Полные эмоции вообще. Хлынули. Невозможно никак не зарыдать в момент принятия присяги. Самозвучание гимна Севастополя. Мы не ожидали, что он попадет служить именно сюда, потому что сама часть находится в месте, которое действительно героическое. И сам город Севастополь задает тон и настроение именно службе в армии. Обучение продлится от трех до пяти месяцев. После выпуска младших специалистов распределяют для прохождения службы на все флота и Каспийскую флотилию. Впереди курсантов ждет сложный, но очень интересный период обучения. Они будут изучать различные типы водолазного снаряжения, водолазного оборудования, средства обеспечения водолазных спусков. Проходить практическую подготовку днем и ночью спуски на различные глубины, с берега, с катеров, в любую погоду. Дальше их ждет экзамен. По окончанию экзамена получение свидетельства и распределение для дальнейшей службы на кораблях, частях, соединениях всего военно-морского флота по всей России. Поздравил курсантов со знаменательным в их жизни событием Дмитрий Саблин. Эта тема ему особенно близка. Ведь он не только депутат Государственной Думы России. Парламентарий также состоит во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Профессия уникальная. Профессия водолаза. Спасателя профессия. Я знаю, что они за время обучения проведут 36 учебных спусков. Действительно освоят профессию, которая пригодится им на всю жизнь. Поэтому я хочу поздравить с сегодняшней присягой, с этим удивительным, замечательным праздником. Среди почетных гостей был президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Накануне он приехал на полуостров на мотоцикле по Крымскому мосту. А торжественная церемония принятия присяги произвела на него не меньшее впечатление, чем грандиозные объекты современной инфраструктуры полуострова. «Мост Крымский. Вот эта мощь, вот эта сила, вот эта красота, которая, в принципе, облицетворяет всю Россию. И для меня важно было это сделать. И слава Богу, что мне это удалось. И слава Богу, что я сегодня нахожусь на таком масштабном мероприятии, когда воины принимают присягу, воины-спасатели принимают присягу. И связывая вот именно мост, связывая вот эту мощь техническую и мощь военную, я уверен, что у России все будет великолепно». Специально для гостей и близких, которые приехали их поддержать, курсанты подготовили музыкальный сюрприз. Юноши исполнили песню «Родина-мать». Подарком для гостей также стали показательные выступления военнослужащих. Под энергичную мелодию оркестра военные показали класс рукопашного боя. Впереди у ребят еще месяцы службы. За это время каждый из них найдет верных друзей и получит бесценный военный опыт. Но день, когда из группы новобранцев они шагнули в ряды матросов, они не забудут никогда. Марина Иванова, Денис Александрович, Севенформбюро. Свой профессиональный праздник в воскресенье по всей стране отметили строители. 11 августа поздравления принимали и ветераны. Люди, которые восстанавливали Севастополь после Великой Отечественной войны. Ежегодная пятая встреча коллектива домостроительного комбината прошла в Балаклаве. Для меня, как организатора, главным является то, что мы даем возможность им общаться. По той причине, что некоторые или большая часть стали одинокими. Когда-то имена звучали из уст в уста, а сейчас они одинокие, поэтому вот это общение позволяет им вместо таблеток, которые они почти каждый день питают, вот хотя бы 10 дней не принимать их. А в большей степени один год, я думаю, воспоминаний, это будет тоже лучшим подарком для них по той причине, что мы ради это все это делаем. История предприятия началась в 1976 году. Его главным направлением было строительство жилых помещений. Собственный рекорд домостроительного комбината сотрудники сдали 6 тысяч квадратных метров жилья за год. Строителей, для которых профессия стала неотъемлемой частью жизни, наградили благодарностями от Законодательного собрания Севастополя. Строительная отрасль Севастополя – это те люди, которые создали наш город таким, каким мы сегодня его видим. Это прекрасный город, город достойный поклонения, действительно. Не только потому, что здесь сражались беззаветно за нашу родину, но и потому, что от души люди вкладывали свой труд, свой профессионализм, все, что у них есть, свою любовь к городу, вот те здания, которые были построены. И действительно, наш город красавица, хотелось бы, чтобы он таким и сохранялся. Среди них и Матвей Борисович Бохерман – заслуженный строитель Украины и Республики Крым. В Севастополь он прибыл студентом в 1949 году. Позже стал начальником производственного отдела строительного управления, который восстанавливал центральную часть города-героя. На предприятии он работает 70 лет и до сих пор продолжает свою деятельность. Во-первых, строитель – это самое благородное, самая древняя, самая мужественная профессия. Кроме того, понимаете, строитель никогда не расстает со своей работой. Он видит его воочию. Вот я вам приведу пример. Я иду по городу, я здороваюсь с каждым зданием. Почему? Потому что я знаю, кто строил этот дом. Что у него было. Я прихожу, допустим, и говорю, здравствуй, Коля, здравствуй, Женя, здравствуй, тот. Понимаете, я называю их по именам. И пою иногда песню, как многих нет теперь живых, тогда веселых, молодых. А так мне, как говорится, город дорог. По словам заслуженного строителя Крыма, новый образ города-героя теряется в современных постройках. Матвей Бохерман твердо убежден. Тот Севастополь, который появился в период восстановления после Великой Отечественной войны, восхищает своей красотой. Возьмите, пройдите по улице Ленина, здание панорамы, библиотека Толстого, кинотеатр Украина и дальше здание, здание, где это самое, служба безопасности. Действительно красавица. Самое любимое место у меня возле памятника затопленных кораблям. Я туда прихожу, если сяду, у меня такое впечатление, что я здоровье холебаю. Там самое красивое море в Севастополе. В спортивном комплексе «Мусон» завершается предварительный просмотр детей в будущую Севастопольскую академию хореографии. 11 и 12 августа приемная комиссия ищет таланты среди детей 6 и 7 лет. Окончательный отбор состоится в сентябре перед открытием танцевальной школы. Там ребята будут заниматься до открытия академии, которую планируют разместить на мысе Хрустально. В этой школе будут заниматься около полусотни детей, только 20 из которых попадут на бюджет. Также планируется набрать дополнительно еще до десятка ребят на бесплатной основе за счет средств из фонда Сергея Полунина, ректора академии. Летние каникулы в самом разгаре. Но этим детям сейчас не до отдыха. Им нужно пройти нелегкие испытания, чтобы стать ближе к своим мечтам и поступить в первую в Крыму академию хореографии. Почти половину своей жизни Лиза посвятила хореографии. С 4 лет девочка занимается народными танцами и балетом. Все трудности маленькая танцовщица учится проходить самостоятельно. «Потому что я хочу заниматься хореографией». «Тебе нравится?» «Почему?» «Потому что я хочу стать балериной». Мама Лизы уверена, что учеба в академии хореографии поможет девочке стать профессиональной танцовщицей. «Мы решили прийти в академию хореографии, потому что хочется, чтобы дочка занималась серьезно танцами. Мы с 4 лет занимаемся в группе «Калейдоскоп». Ей очень нравится танцами заниматься. Ну и очень нравится, как Полунин танцует, Сергей Владимирович. Поэтому для нас он как бы такой талант. Хочется, чтобы она занималась у талантливого человека». Чтобы заниматься под руководством известнейшего российского танцора, приглашенного премьера Баварского театра Сергея Полунина, мальчики и девочки старательно показывают свои навыки. А приемная комиссия не упускает ни одной детали. Эксперты обращают внимание не только на талант и способности, но и на физическое развитие детей. «Внешний вид – это фактура, телосложение, длина рук, ног, шеи и физические данные – подвижность суставов, эластичность мышц, гибкость спины, музыкальность и ритмичность». Юные танцоры будут оттачивать мастерство в Академии хореографии, которая войдет в культурно-образовательный комплекс. Его севастопольские власти планируют построить на мысе Хрустальном, но это должно произойти только через 4 года. А пока этой осенью откроется хореографическая школа в одном из залов спорткомплекса «Мусон». Это будет подготовительный этап перед обучением в Академии. «На подготовительное отделение мы набираем только севастопольских деток. Это обусловлено тем, что у нас пока нет своего здания и нет интерната, где мы могли бы размещать детей. А в дальнейшем мы рассчитываем на то, что и севастопольские дети, и крымские дети, и дети Южного федерального округа России смогут обучаться у нас и пожеланиям со всей России и из-за рубежа». В подготовительной школе детям будут прививать любовь к танцевальному искусству. Кроме специальной дисциплины введения в профессию, в расписании занятий будут классические танцы, гимнастика, ритмика, танцевальная импровизация и танцевальные этюды. Конкурс составляет пять человек на место. Окончательный отбор состоится в сентябре перед открытием школы. Маргарита Чернуха, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Севастопольская хоккейная команда «Черноморец» выиграла кубок командующего Черноморским флота. Это четвертая победа спортсменов на ежегодном турнире. В этом году он объединил четыре команды из двух городов – Краснодара и Севастополя. С первых игр наши черноморцы уверенно шли к победе. Настоящие ледовые баталии начались в финале. Решающую точку в игре севастопольцы поставили на последних минутах третьего периода и установили победный счет 4-2. Перед тем, как забить финальную шайбу севастопольскому черноморцу, пришлось дважды доказать, что они достойны победы. Первую игру с разгромным счетом спортсмены выиграли у Краснодарского айсберга 13-3. Вторая встреча прошла с земляками команды Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и завершилась также крупно – 8-0. В финале черноморцам пришлось труднее. До третьего периода счет был ничейным. На последних минутах наши хоккеисты забили две шайбы и победили со счетом 4-2. Игра вроде была отличная. Все бились до конца. Как видели на последних секундах, мы только повели в счете. Соперник достойный был. Не просто все это сделать. Хоккейный Черноморец появился в Севастополе 4 года назад. За это время команда завоевала кубок Большого шлема на Всероссийском фестивале в Сочи, кубок военно-хоккейной лиги и стала серебряным призером на чемпионате Вооруженных сил России. С каждым годом спортсмены повышают уровень игры, выходят на новый профессиональный уровень. Свою тактику команда не раскрывает, но, по словам тренера, главное, что теперь у хоккеистов достаточно опыта, чтобы играть в наступление. Тут, мне кажется, не секрет тактики. Тут, во-первых, секрет коллектива. Если коллектив на самом деле хороший баланс в коллективе, если все дружат, все между собой общаются, никакие вражды нет, отсюда и результат. То есть все вместе собрать команду – это самое главное. Ребята молодцы, как можно оценить, если они выиграют. Конечно, они молодцы. Много ошибок. Все это все-таки еще предсезонка идет, предсезонные сборы. Поэтому много таких недочетов технических чисто. Может, где-то тактических немножко. Но это все наращивается. Это все заново все будет работать, только в сезоне. Традиционно Черноморец показал достойную и мощную игру. Соперником в финале стала команда «Джентльмены Кубани». Это многократные победители турниров Краснодарского края под эгидой ночной хоккейной лиги. Но в этот раз, на последних минутах, преимущество на льду они отдали Севастополю. Команда с пятилетним опытом в буквальном смысле сражалась за победу. В третьем периоде соперники часто бывали на грани серьезных травм, но тут же вставали и продолжали наступление у ворот черноморцев. За три игры в турнире «Джентльмены Кубани» забросили около 20 шайб. По словам тренера, для победы им не хватило нескольких минут. Мы сюда все-таки приехали поиграть, получить удовольствие в первую очередь, отдаться хоккею нашему любимому, которым мы занимаемся с удовольствием. Ну, знаете, играли, старались, но победила лучшая команда на данный момент – это Черноморец. Что говорить, ребята молодцы, тоже там бились, старались, да и на день все и помоложе нас. Где-то уже на третьем периоде в конце чувствовалась их свежесть, а у нас уже усталость. Уже в предсезонных играх Черноморец установил победную планку и свой настрой команда планирует сохранить. В этом году с новым тренером изменился и процесс подготовки к турнирам. Результатом стали многократные победы черноморца. Высокий уровень подготовки оценил заместитель командующего Черноморским флотом. Огромное количество участников, болельщиков. Значит, каждый раз ни одно совещание не начиналось со слов, когда ребята приходят и говорят, ну как там наши сыграли, как. Поэтому эмоции, конечно, переполняют. Это не просто хоккеисты. У них у всех есть обязанности, у всех есть, они исполняют обязанности по соответствующим должностям. Но здесь вот мы их поддерживаем в этом плане. Конечно, поддерживаем семьи, подбираем наших спонсоров, партнеров, которые бы оперативно решали возникающие задачи. Начиная от спортивного инвентаря и заканчивая передвижением, качественным транспортом, размещением людей при посещении подобных чемпионатов. Пока черноморцы тренируются на льду Севастопольского президентского кадетского училища, по словам Игоря Курочкина, в будущем у военнослужащих появится своя площадка для подготовки к чемпионатам. В перспективе очень серьезно рассматриваются вопросы о строительстве культурно-досуговых и спортивных центров, чтобы это был некий комплекс, то есть здание, в котором можно не только посмотреть кино, пойти вкусно пообедать, выпить чашку кофе и так далее, а здесь же одновременно и какие-то спортивные арены. В этом году игроки-черноморца стали не только победителями турнира, но и отличились сразу в трех номинациях – лучший снайпер, нападающий и вратарь. Но расслабляться хоккеистам некогда. Уже в сентябре они отправятся в Москву, где поборются за кубок Мышкина. А в октябре начнется новый сезон военной хоккейной лиги. Дарья Гзюнова, Анатолий Паньков, Севенформбюро. Еще одна спортивная новость. Судьба Суперкубка Крыма решалась в серии после матчевых пенальти. В первом матче нового сезона в борьбе за трофей на поле спорткомплекса «Крым-Теплица» в Аграрном сошлись принципиальные соперники – футбольный клуб «Севастополь» и «Симферопольская ТСК Таврия». Обе команды тщательно готовились к противостоянию. За игрой наблюдали полторы тысячи болельщиков. Однако сама встреча выдалась не самой зрелищной. Опасных моментов у ворот обеих команд было не так много. Все-таки это первая официальная игра. К тому же на кону трофей. Большую часть матча небольшое преимущество было на стороне севастопольцев. Но свои моменты моряки реализовать не смогли. Ближе к концовке игры активнее стал выглядеть столичный коллектив. И тут себя с лучшей стороны показал наш капитан-галкипер Сергей Науменко. В ряде эпизодов выручивший команду. Тем не менее, основное время встречи так и закончилось и без голов. 0-0. Далее по регламенту Суперкубка. Вместо привычных дополнительных 30 минут соперники сразу перешли в серии пенальти. Футболисты, подходившие к точке раз за разом, уверенно реализовывали 11-метровые удары. Только севастопольцев подвели два центральных защитника. Опытнейший Роман Клементовский и Петр Апарин. Если промах первого исправил Сергей Науменко, отразив следующую попытку игрока Таврии, то спасти моряков во второй раз ему не хватило считанных сантиметров. После удара Ремзи Ромазанова капитан нашей команды коснулся мяча, но отбить не сумел. 7-6 в футбольной лотерее удачливее оказался коллектив из столицы Крыма. После сборов, когда первые матчи, они всегда тяжелые. Плюс у нас был соперник очень достойный, поэтому была такая игра бескомпромиссная, что и доказало, в конце были пенальти. В принципе, игра была такая, скажем, тяжелая, напряженная, что и Таврия, что мы могли выйти вперед. Но счет по игре, я считаю, ничейный, а пенальти – это лотерея. Ребята переживали, хотели, но я думаю, что мы сейчас найдем подходящие слова, чтобы их успокоить, потому что в футболе бывает такое, не всегда мяч повзлетает в ворота. Тем не менее, жизнь продолжается, у нас чемпионат на носу сейчас, поэтому все мысли уже о чемпионате. Чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза стартует уже на следующих выходных. В первом туре футбольный клуб «Севастополь» ожидает еще одно дерби городов-героев. На своем поле моряки примут Керченский океан. 17 августа в 18.00. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинфорумбюро». В день и вечером в 19.00, в 21.30, в 23.00. Ночью в 2.00 и в 3.30, утром в 6.00, в 8.00 и в 10.00 часов. Днем в 12.05, в 15.00 и в 17.30. Связаться с редакцией вы можете по телефону. Городской 59-0062 и мобильный 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свое вы можете на нашем сайте. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня.